Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы разберем случай горнерелла у мужчин, который представлен на рисунке. К нам обратился мужчина с жалобами на зуд и выделение из полового члена. При обследовании ПЦР-15, у которого была обнаружена горнерелла, он обращался уже к другим специалистам, но ему были прописаны только таблетки, я таких врачей давно уже называю «таблеточниками». Какие таблетки ему были прописаны? Ему были прописаны таблетки метронидозола и ему были прописаны таблетки арнидозола. Это было сделано по 5 дней каждый раз. После 2-3 недель был сдан оба раза контрольный анализ и оба раза контрольный анализ на горнерелла был положительный организм. При отсутствии всякой половой жизни, оральных и анальных контактов, тем более вагинальных, половых контактов не было ни с презервативом, ни без презерватива. При осмотре обнаружилось, что есть выделения у молодого человека, которые были взяты на мазокнофлору, обнаружилось до 25 лейкоцитов, что говорит о таком подостром уретрите, воспаление мочеиспускательного канала, были сделаны также УЗИ предстательной железы и яичек, к счастью, там не обнаружилось никаких признаков воспаления, ну и, соответственно, был взят также анализ на бактерии, в результате чего была обнаружена кишечная палочка в уретре, вот такая вот ассоциация Гарднереллы и кишечной палочки, но пациенту был назначен курс классический с инстилляциями, с уколами ферментов по типу ангидаза, с иммунными препаратами и параллельно с непосредственно введением как в таблетках, так и внутривенно того же метрогилы, его аналога в таблетках, соответственно, был назначен антибиотик по чувствительности выделенной флоры, что было достаточно важно, потому что в ряде случаев Гарднереллы и подобное ей инфекции идут параллельно с обычными бактериями, которые не лечат, и нами уже давно отмечается, что они вот в такой вот связке часто не подвергаются успешному лечению таких врачей-таблеточников, соответственно, через 10 дней кост лечения был закончен, через 3 недели был контрольный анализ, лейкоцитов в котором уже 3,5 снизилось, и Гарднереллы, и, соответственно, бактерий обнаружено не было. Но могу сказать в конце, что, к сожалению, не только я, но и другие доктора, которые занимаются подобными проблемами, отмечают сейчас снижение чувствительности бактерий и в том числе подобные бактерии заболеваний по типу Гарднереллы к классическим препаратам, которые раньше действовали. К сожалению, сейчас подход врачей-таблеточников в ряде случаев не работает, я бы сказал, уже это приближается в процентах не менее 50, даже, казалось бы, при такой легкой инфекции, как Гарднереллы. Я говорил со многими гинекологами, которые отмечают подобную же деформацию вот таких заболеваний, как Гарднерелла, у женщин. Это отмечают гинекологи даже более раньше, чем врачи-гинерологи, которые занимаются привычными мужчинами. Поэтому при особенно самолечении, тем более, по интернету и так далее, вроде, казалось бы, таких легких инфекций, можно столкнуться с хронизацией неэффективности. И, конечно, лучше обращаться к врачам, которые занимаются лечением подобных заболеваний. При необходимости диагностики и лечения половых инфекций, воспаления мочеполовых органов вы можете обратиться к гинекологам и гинекологам нашего медицинского центра платной КВД в Москве, у нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением инфекций передай полным путем. Ждем Вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на наш канал на ютуб и наш канал инстаграм. Спасибо за внимание!